В Кольской ГМК завершается работа с перспективным трудоустройством персонала плавильного цеха. Вредное производство в приграничном никеле должно быть закрыто в декабре этого года, и часть металлургов уже выбрали новое место работы. Большинство предпочли остаться работать в Кольской ГМК. Виднеется финишная прямая. Так характеризует состояние дела с трудоустройством работников закрывающегося плавцеха представителей КГМК, добавляя при этом, что постоянный контроль за ситуацией остается. Ведь выдохнуть и сказать, что все обязательства выполнены, можно будет только после подписания последнего документа. Всего в процессе закрытия высвободится 659 человек. Это сотрудники плавильного производства Кольской ГМК и Печенгострой. Для каждого из них были подобраны меры поддержки и решения, учитывающие конкретную жизненную ситуацию. В настоящий момент порядка 10% только работников по данному мероприятию еще не определились со своим выбором, но мы продолжаем с ней плотно работать, предлагать варианты вакансий и рассказывать про социальные программы, разработанные в рамках закрытия плавцеха. 130 сотрудников плавильного цеха на сегодня уже определились и с выбором новой профессии, и с новым подразделением. Часть работников уже переведена на новое место. Порядка 15 человек работают в Манчегорске. Большинство из них в цехе электролиза никеля. В августе началось обучение работников новым профессиям. В условиях пандемии теоретическое обучение пока идет в режиме онлайн, а профессиональные навыки придется нарабатывать уже на рабочем месте. На помощь придет институт наставничества и программа «Преемственность», которая помогает высококвалифицированным профессионалам передать работникам закрываемого плавцеха свои знания, опыт, чтобы они смогли с полной уверенностью приступить к новой работе. Порядка 40 сотрудников плавильного цеха выбрали программу «Преемственность». Нами определены 40 пар, то есть это 40 работников высококвалифицированных, наставников из других производственных подразделений компаний, которые будут в течение 2021 года передавать практические навыки работников плавильного цеха. Процессы, связанные с закрытием плавцеха, находятся на контроле у губернатора. Ведь важно не только трудоустроить людей, но и сохранить социально-экономическую стабильность. Для этого правительство региона совместно с Нурникелем разрабатывает программу социально-экономического развития всего Печенского муниципального округа.